Урал Сегодня день такой, просто невозможно не начать говорить об Уральском добровольческом танковом корпусе, отмечаем подвиг народа по созданию этого военизированного подразделения. Давайте начнем все-таки немножко с предыстории. Почему в 43-м году или в 42-м появилась сама идея формирования нового подразделения? Причем не просто там бригады, взвода, а именно танкового корпуса. Ну, к этому периоду нужно, конечно, во-первых, понимать, что прошло почти полтора года войны. И после победы под Сталинградом наметился вот тот коренной перелом в войне. Ну, естественно, что я думаю, что было понимание того, что дальнейшая война, она будет идти не только на территории Советского Союза, освобождение, но и далее. Опыты войны под Сталинградом, он показал, что моторизированная техника, танки и вот вся эта движущая армада, это одна из тех, которая может ускорить победу. Ну, и, соответственно, сломить сопротивление. Поэтому, вероятнее, эта часть сыграла свою роль. Ну, следующая часть прошел перелом и экономики. То есть после отступления, после потери огромных заводов на Украине, в центральной части России, естественно, что Урал и Сибирь, они так или иначе наростили выпуск военной продукции, прежде всего, почему танковый корпус, потому что и Челябинск, и Тагил, и Свердловск, они были главными поставщиками этой техники. И поэтому сама идея, естественно, сформировалась с этим. Ну, и раз перелом в экономике прошел, и от тех потерь мы восстановились, возникает возможность уже и, понимаете, добровольческий, и он основан на сверхплановых выпусках, на добровольных пожертвованиях. То есть вот это все, ну, наверное, роль сыграло. А вообще в истории страны были еще подобные примеры, когда именно по инициативе граждан, по инициативе населения создавались крупные воинские подразделения? Ну, об этом я не готов сказать крупные. Но начиная с 1812 года, можно даже с 612 года, вот эти все, ну, если уж мы берем 4 ноября, день национального единства, то ведь и Минин, и Пожарский – это добровольное объединение. То есть там ведь не было указа царя и так, иных каких-то форм. То есть народ поднялся. В 1812 году в борьбе с Наполеоном тоже было достаточно много добровольных пожертвований, плюс именно добровольный выпуск, ну, скажем так, тогда пушек и снарядов. Поэтому Урал и, допустим, ближайшие даже к нам тут заводы, Ирбитский завод, Режевской, ряд других, они поставляли туда тоже. Пусть это не формирование подразделения, но именно вот поставки. То есть это опыт был, опыт был. Ну, а во времена Великой Отечественной войны? То есть, ну, есть данные о том, что, допустим, актеры на свои деньги покупали самолеты, танки дарили отдельные, бригады заводские, а вот чтобы именно большие подразделения крупные создавались? Ну, как бы затрудняюсь сказать, потому что специально не занимался, но я думаю, наверное, раз он 30-й, то есть был первый, второй, 29-й. Поэтому в этом отношении, вероятнее всего, другие территории тоже поднимались. Другое дело что? Потому что те же колхозники не только самолетом, они порой и на целую эскадрилью собирали средства, чтобы выпустить. Поэтому мотив был один. Чем быстрее победим, чем раньше освободим Родину, тем эти тяжкие годы лишений, ну, по крайней мере, будут преодолены. Ну, а насколько, скажем так, доброжелательно к этой идее отнеслось руководство военного округа? То есть насколько быстро вообще была согласована сама процедура формирования? Ну, если судить по цифрам, которые, по датам, которые упоминаются, это очень быстро. То есть практически с января месяца был выдвинут почин, поддержанный Ирбитом, в том числе диатомитовым комбинатом. Далее шло уже распоряжение. Сталин эту инициативу одобрил, и практически в феврале уже началось формирование корпуса. То есть буквально месяц. Ну, и если мы говорим, что 11 марта день рождения танкового корпуса, то есть когда уже присвоено имя и, естественно, конкретно воплощение самой идеи, то сроки, как вы понимаете, очень кратки. Потому что если за несколько недель тот же мотозавод собрал более 730 тысяч рублей, и достаточно было, чтобы сформировать мотоциклетную колонну, то темп, как вы понимаете, достаточно быстрый. И все-таки у меня вопрос. А вот все предприятия в тот момент работали, что называется, на полную катушку. Все для фронта, все для победы. И тем не менее, сотрудники предприятия находят время, силы и ресурсы для того, чтобы вне плана производить достаточно большие объемы. То есть это и танки, и орудия, и самоходки, и минометы, и мотоциклы в том числе. Откуда и нашлись эти ресурсы? Значит, видимо, были. Но финансовые ресурсы были, потому что все равно заработная плата людям выплачивалась. А в силу того, что, так скажем, рынок ширпотреба и продовольственных товаров был невелик, потому что основная масса – это были карточки. Но, скажем так, на сберкнижках деньги-то были. То есть это вот с точки зрения финансирования. А дальше шли процессы закупок. Но я думаю, здесь, может быть, не лишнее упомнить и ленд-лис. Я думаю, что вот эти деньги, они конвертируются в валюту. И не исключено, что именно на них что-то и закупалось из металла, необходимого для производства. Ну, а день-то он здесь был ненормированный. Ну, у него все равно 24 часа. Ну, понятно. Но если начать вставать раньше, то было 25. Нет, тут просто уже действительно на принцип работы на износ. Василий Константинович, давайте уже немножко поговорим непосредственно о процессе формирования. Честно сказать, я, готовясь к этой передаче, почитала историю создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Перечисляется огромное количество городов. Это Екатеринбург, ну тогда Свердловск, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Дегтярск. МИАЗ, Златоуз. Да, Ирбита в этом списке нет. А ведь мы, Ирбичане, мы привыкли гордиться тем, что мы тоже принимали участие в создании этого танкового корпуса. Почему мы не звучим? Ну, во-первых, он уральский, то есть три области здесь были задействованы. Пермская или тогда Молотовская, Свердловская и Челябинская. Ну, во-первых, каждая территория готовила по танковой бригаде, плюс сопутствующие, естественно, подразделения. Это и связь, это и медицина, это и самоходные установки, отдельный полк был. То есть все эти вот элементы, они как бы распределились по области. И те города, которые упоминаются, они связаны с тем, что именно в этих городах шло формирование подразделений. Потому что, сейчас не точно скажу, по-моему, то ли Азбест, то ли где-то вот у нас рядом город, там просто подразделение связи формировалось. То есть для небольшого города это, в общем-то, ну, достаточно возможность, чтобы это сделать. Поэтому это одна сторона. Вторая сторона, ведь городов и поселков в Свердловской, да и в остальных областях Урала много, они каждый всемирно по-своему помогали. Поэтому, естественно, что Ербит, в силу того, что здесь был мотоциклетный завод, стал, по сути дела, поставщиком, ну, скажем так, материальной базы для 88-го отдельного разведывателя мотоциклетного батальона. Ну, сам он формировался в Свердловске, и практически туда были отправлены, на площадку нынешнего парка Маяковского, где этот батальон, собственно, был и создан. И там же инструктора из Ербитского мотоцикла обучали их призывников вождению мотоцикла, управлению, мелким ремонтом, ну и так далее. Ну, в частности, наш легендарный Зефир, вот один из тех, кто возглавлял эту команду. Поэтому не упоминается, но, понятно, вклад есть. Потому что, если посмотреть по тому, как Ербитский горком партии делал расстановку, то получается, что автоприцепному нужно было к 8 марта сверхсплана выдать 18 автокухон для корпуса. Ну, они отправили 26. То есть, заводу где-то 115 мотоциклов, они отправили 160. Швейный трест выпустил более 20 комплектов теплого белья, полушубков, обувники, ботинки и сапоги. То есть, ну вот, понемногу, но я понимаю, что если наш швейный трест выпустил 20 комплектов, то ведь еще в других-то городах тоже были эти мастерские. Поэтому, даже если они не упоминаются, они все одевали, амундировали. Потому что, как говорится в одном из материалов, уже Совета ветеранов танкового, все было собрано от пуговицы до снарядов, именно руками уральцев на уральские деньги, на уральских заводах. А другие предприятия Ербитов? Вы упомянули мотоциклетный завод, автоприцепный, а химико-фармацевтический, стекольный завод, они как-то вкладывались в создание корпуса? Ну, по крайней мере, вот в постановлении горкома этого материала нет. То есть, им это, вероятнее всего, не давалось. Ну, за исключением того, что счет 350-й был, туда деньги вносились. Потому что диатомитовый комбинат, он и тоже был инициатором, и эти 600 тысяч они собрали. Но им, как таковым, ну, допустим, задание не давалось. Если они бронестекло и выпускали, то оно шло, как бы, опосредованно на установку на танки, но... То есть на все танки, не только для уральского? Да, конечно, конечно. Не только уральского, это просто шло уже плановой поставки. Ну, и если говорить о химико-фармацевтическом заводе, наверное, та же самая ситуация. Потому что медикаменты, они нужны были всем. Понятно, что какая-то доля, наверное, попадала и в танковый корпус. А так, ну, вот, все, что касалось обезболивания, все, что касалось лекарственных препаратов для проведения операции, ну, это шло масштабно. Ну, мелкие предприятия, я понимаю, что то, что я назвал, вот, обувные, швейные, они, конечно, ну, допустим, те же лыжи выпускались, но понятно, что они, может быть, в танковый корпус не шли, хотя мотострелки были, и зима тоже была, вероятно, наверное, тоже была. Ну, вот таких документов, подтверждающих прямой поставки в танковый корпус, я не могу назвать. А что касается личного состава, ведь, насколько мне известно, из 110 тысяч заявлений, которые уральцы написали, чтобы их включили в личный состав, было отобрано всего чуть больше 9 тысяч человек. Есть ли какие-то данные, уральцы вошли, вот, не уральцы, а ирбичане вошли в состав танкового корпуса? Прямых таких документов, допустим, я ими не располагаю, я их, скажем так, в руках не держал. Понятно, что ряд публикаций именно с заявлениями, они есть, есть. А вот кто конкретно попал, потому что я уже встречал в ряде материалов, что вместе с мотоциклами до 60 человек с мотозавода ушло, но я подозреваюсь, скорее всего, не в танковый корпус, а именно как инструктора на обучение. Потому что все равно, если 160 мотоциклов в батальон отправили, понятно, что один-два инструктора всех не сумеют обучить. Поэтому вот конкретно, допустим, пофамильно, что, допустим, от ирбита ушло человек 20-25 в танковый корпус, искать надо. Ну, а вообще есть данные, ирбичане служили в танковом корпусе уже после момента его формирования, ну, вот, на протяжении 44-45-го годов? Ну, информация есть. Здесь, так или иначе, в музее историко-энографическом хранятся небольшие справки о где-то десятка-полтора участников, и, вероятнее всего, те, которые, ну, скажем так, вернулись, вернулись с поля боя. Поэтому, ну, вот, можно называть Кузнецова Геннадия Петровича гвардии старшины механик, водитель танка 34, Пучкин Михаил Сатирович, заряжающий танка 34, Чащин Петр Семенович, командир отделения моторизованного батальона автоматчиков, Белобородов, сапер, который воевал в составе корпуса. То есть, ведь, получается, если, как бы, корпус, он был 30-м, в октябре 43-го года он становится 10-м гвардейским, и вот 7 подразделений, наиболее емких, они получили тоже все гвардии. То есть, 88-й мотоциклетный стал 7-м гвардейским, то есть, опять это говорит, что, видимо, все-таки мотоциклетных батальонов не так уж и много было в армии. Затем, в 29-м стал гвардейским мотострелковая бригада, потом 61-я, 62-я, 63-я танковая бригада, то есть, Пермь, Свердловский, Челябинск, ну и два полка, 299-й полк минометный и 360, не помню уже какой, самоходных установок. То есть, вот эти 7 основных единиц корпуса. А корпус, в общем-то, вошел в состав 4-й танковой армии, и вот от Орла до Праги, 5,5 тысяч километров прошел, ну и из них 2 тысячи с боями. Ну и все-таки, чуть подробнее о боевом пути танкового корпуса. Где он начался, и вы сказали, 5 тысяч километров он прошел, Уральский добровольческий танковый корпус. Самые крупные сражения, в которых он принял участие? Ну, их можно выделить, наверное, 5 сражений, их больше было, но вот это то, что он с 26-го батальона, 27-го июля, сам танковый корпус начинает участие в Курской битве, в Курской битве, то есть это вот одно большое сражение. Затем в сторону Киева, и от Киева направляется уже к границам Западной Украины и Польши, это Львовско-Сандомирская операция, то есть за эту операцию он и получает уже звание Уральский, Уральско-Львовский гвардейский танковый корпус добровольческий. После этого Германия, Германия, ну это в первую очередь Висло-Одаровская операция, ну и две последних, это, конечно, участие в штурме Берлина. Они вышли на территорию Потсдома, пригорода Берлина, и пока 2 мая они вышли, пока Берлин штурмовали, они совершили пятидневный еще переход, и 9 мая они встретили в Праге, освободив столицу Чехословакии. Вот это наиболее такие емкие. За этот период они получили орден Боевого Красного Знамени, орден Суворова, орден Кутузова. Ну и вот с этими всеми номинациями они, собственно, и завершили войну. Но корпус стал гвардейский, а ведь гвардия – это особый статус. Да. Почему он стал гвардейским? За, опять же, повторяю, это львовско-сандомирскую операцию, потому что именно здесь они совершили, ну, может, скажем так, наиболее большим боевых действий. Было освобождено не один десяток городов и селений и уничтожено. Соответственно, плацдарм на Сандомире был очень сложный для штурма, и, естественно, что вот это все повлияло. И все подразделения, они, конечно, выполнили свою задачу, беря тот же нож и мотоциклетный батальон. Там разведка, она много включала в себя, и это, вот как написала Кириллова, Кириллова, впереди наступающих частей ветеран этого батальона, то есть женщина с первого дня до Победы прошла вот вместе с этим батальоном как связист. Вот, и поэтому, естественно, что они и в разведке были, они и в коляску вставили минометы, совершали такие действия. Ну, в общем-то, много. Ну, а когда гвардию вручили, тут еще и делегация Свердловской области была в ноябре, в ноябре, когда это знамя вручали, ну, и Мария Степана Александрова, бригадир Комсомольской молодежной бригады мотозавода, там присутствовала. Я как раз хотела спросить, а вообще поддерживали отношения танкисты, ну, в том числе и мотоциклисты корпуса, с теми территориями, откуда они родом, если можно так выразиться? Ну, вероятнее всего, да, потому что, ну, вот то, что я уже сказал, поездка в корпус, ну, и, соответственно, что здесь они и клятву давали, жители области давали наказ, ну, и вот там, где была возможность вот этих вот мирных передышек, то есть, когда на какое-то время переводили на переформу, на пополнение, ремонт техники, ну, вот здесь эти делегации встречались. Ну, понятно, что уже когда на территории Германии, я думаю, что туда поездок уже не было, не было, там слишком была непростая ситуация, мясорубка-то, конечно, была тяжелая, вот, и поэтому письма, потом традиция, она ведь шла не только во всей армии, но и в танковый корпус посылки, то есть теплые вещи, тот же табак, какие-то предметы личной гигиены, ну, то есть это тоже посылалось. И это одна была из массовых, одно из массовых действий, которое в тыловым городам, в тыловым поселкам практиковалось. Василий Константинович, ну, все-таки вот в завершении хочется задать вопрос. На самом ли деле создание Уральского добровольческого танкового корпуса – это подвиг уральцев? По-вашему? Ну, ведь в начале разговора вы же сами задали эту планочку. Каким образом, как удалось создать огромный корпус, огромный корпус, не имея лишних ресурсов, уже вот из одного этого вытекает. А ведь, вот я уже, вы сами сказали эту цифру, 9660 человек одеть, обеспечить, вооружить. Но тут можно еще упомянуть и о Златоусте, который поручил всем танкистам, так, цифра, по-моему, 336, 336 ножей. Было ими выковано, опять же, сверх плана, и все танкисты, почему немцы и называли дивизией черных ножей. То есть это и есть подвиг, потому что по-другому, по-другому бы не сделать. Ну, и не зря в Екатеринбурге, ну, тогда еще в Свердловске, на площади поставлен памятник вот именно рабочему и танкисту, которые идут плечом к плечу. Потому что без тыла не было бы корпуса. Ну, и без того, что совершил танковый корпус, наверное, бы, победа не исчезла бы, но на какое-то время, может быть, и отодвинулась. Потому что их вклад тоже значительный. И вот все это вместе, а раз это воевали те же уральцы, вот это единый подвиг всего Урала. И в тылу, и на кронче. Я, собственно, к чему задала этот вопрос? Сейчас активно обсуждается присвоение городам звание город трудовой доблести. Как вы думаете, города, которые принимали участие в создании Уральского добровольческого танкового корпуса, достойны ли этого звания? Ну, я так понимаю, что сегодня первые в списках, которые идут, они, естественно, скорее всего, это получат. Поэтому и Екатеринбург, и Тагил, я думаю, что они, конечно, получат. Но и Рыбиту тоже стоит попытаться. В том отношении, что вот те критерии, которые там включены, ну, в Рыбите, в общем-то, это все есть. Потому что есть и участие в формировании комплекса, есть и почины, есть, ну, скажем, та же Александрова с молодежной бригадой, те же Туханов на Стекольном с Корчагинским движением. То есть, ну, есть то, которое, как бы, дает основания, вот, для присвоения то звания. Ну, и потом не зря ведь, когда мы отмечали 350, мы получили Орден Трудового Красного Знамени. И все ведущие заводы, которые, к сожалению, у нас были, они тоже имеют государственные награды. То есть, в этом отношении один тоже из пунктов и показателей – право на. Я, конечно, понимаю, может, Рыбит не попадет в первые пятерку. Но попытаться стоит. А попытаться стоит. И поэтому, если эта традиция будет продолжена, то в любом случае город достойный этого. Потому что тот вклад, который он внес, тем более, еще раз повторю, что у нас много сделали. А ведь, понимаете, что тот же Стекольный практически до начала 60-х годов был закрытым заводом. То есть, он был номерным. Все уже давно были мотоциклетными, автоприцепными, химико-фармацевтическими. А он был заводом в 449. То есть, это тоже показатель, что выпускал значимую продукцию. И, естественно, что этот вклад должен быть оценен. Василий Константинович, большое спасибо, что сегодня пришли в нашу студию. Честно, было очень интересно. Ну, приглашайте. Спасибо. Спасибо.